а знаете в чем прикол а в прикол том как я выйду сейчас из игры все снова всем привет это уже хрезент какая тестовая запись чистая настройки опять ковырял именно запись совхез совхоз рассвет 19 фирма продолжаем и начну с того что я понизил битрейту видео и видяха немножко задохнула может быть еще можно будет понизить было 30000 поставил 20 плюс там настройки масштабирование поменял поставил метод как вот там вы короче посмотрела все принципе неплохо и примудился пробовал через коэксинки посмотрел на записи от неба прямо квадратная видно через nvidia скую фишку так скажем намного лучше что же отвлеклись продолжаем чем мы делали мы хотели посадить седьмое поле то снять засадить прям 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 засадить этому седьмому поле чтоб но она не была обработана точнее не культивирована кстати все вот эти точки это я скачал маршруты как громко то счета рвешь кстати убавить немного технику ты заметил что техника чаще круче и тут короче охренеть можно медали скопки всего парковки пазбище поюки поля рыбку поступало я долго сидел разбирался чуть откуда и мне сейчас нужно по идее на откуда мы сейчас нужно и вот это вот искать трейпзавод элеватор а где тут хранилище чтоб я знал а где поилки перекупщик продажи песка птиц фавлика ремизон на липко сахарный свинарный биогаз может обычный мясокомбинат овощ овощебаза наверно да вот этих маршрутов просто охренеть скоб я даже не успел все посмотри посмотрел основные какие мне нужны и в принципе все неплохо и кстати на поворотах понятно некоторым маршрутами не совсем понятно в плане движения на молоко завод когда он приезжает он сразу на точку продажи и и сразу начать ехать задом а у меня же зевок с прицепом этому зевок начинает мозги парить а вот на карте вид на конечную точку да я поеду ну наверно вот она вах овощехранилище туда же он поедет а вот овощехранилище все езжай туда она пока он едет я надеюсь он туда и почему-то тут овощехранилище и овощехранилище 2 а где на карте овощехранилище 2 чтоб я знал тут конечно не видно путь путь ладно разберемся скачал я еще кстати вот для не знаю зачем скачал просто было интересно как будет работать и почему то к этой зехе и к тому гусенички не подцепляются шланги от этой прибуды поэтому топку не хочет работать как надо значит до свидания и это фигня я наверно как всегда я пропустил плюс я немножко модов накачал восстановился официального сайта может она в аренде конечно наварить эту фигню скачал для подбора тюков но он оказывается с автопогрузкой она мне не очень понравилось было бы без автопогрузки было бы круто это за какую стоит кстати культиватор дисковые нашел вам как оказаться от вот это фссс вот этот 160 к был мил именно от колеса пара сумки и здоровый прям понравились отчеты там где здесь он сюда поедет а вот получается в хранилище хранилище 2 а он прямо вовнутрь за это не я уже сам разберемся куда денег ваня производства все запущены по моему были сейчас на них опять перезапускать чем это получается производства комбикорма я еще на покупал там пшеницы и все это выгружено будет потом отвести опять принципе то поле как бы это сказать не походит ли наемыш и так скажем ты работа может получиться сейчас запустить там я говорю будем проходить теперь не спеша я не буду прямо ставить такую цель за всю эту серию час делать это будет ну засадить точно сколько успеем столько успеем кстати я заметил что вот сворачивание игры никак не влияет на бэску ты сил табы ску свернуть то тут уж ничего не меняется так скажи мне пожалуйста ты сможешь работать и никто тебе не мешает он конечно будет косячить в конце поля но все же ой помню как у меня раньше на 10 50 лагала от этих вот частиц я прям офигел как не налагал как пока он а кстати может сразу и наемыш с трактором пустить и хочу проверить как вот этот лабуда будет работать постоянно надо ловить полет не это не нравится плитчет по-моему еще скачал что-то нужно плане грузовиков меня а кстати и века который очень похож на мазурик звуки у него блин это просто капец в смысле хороший так чем это работает вот это я забыл раскрызть результант наука зовут нам запустить сыр получается у меня ведь уже 19 кубов я скаминок нет его рамы ничего не возил рыбхоз чины 2 куба это я вывез уже все потихоньку кончается так по коровам 93 был 92 молоко уже 1800 свиноты как и сказали для размножения нужны покажи м они просто растут и все и потом ты их продаешь и где-то полгода надо ждать как выйти а иммуна смесь оказывается и так уж и много на то я могу в принципе и взять даже еще больше могу не знать до сотни добить я думаю этот без сезон мода как раз таки много надо жертвы сезон модом кормежка животных очень сильно упрощается не то чтобы это было плохо наоборот хорошо вот кстати я же еще скачал эту сейчас буду себе скачала скачал ту электрическую пилу и она кстати мне очень понравилось в плане того что она потише можно сказать как-то но он может сказать не электрическая аккумулятор тоже далеко не новость так сказать пожалуйста прикольно за тебе на пас это сейчас был это как я так сел чуть-чуть я не пыль это я с шифтом получается сил я получается шел ну-ка нет получается шел и а значит это у этого трактора только такой анимация посадка ведь раньше такого замечал так запущу тоже на емыши как чё наступ ай блин у нас тут же а подождал как сорняка здесь а вот здесь сорняка уже нет так подожди я прохожу культяпы и от этого есть смысл в плане уборки сорняков блин вот хрен пойми ну по идее культиватор должен убирать сорняки это как-то глупо будет если он не убирает ну-ка пшеница сорняк важность что-то более маленькая секундочку как все работает все работает блин но я приходится отойти сами знаете почему кто не знает но не знает так чего не тут работают работают ванты дыхать отдыху запустим нужны принципе дойцы кто послать с маленькой прям пассивная вовсю идет у нас ну хоть азэха мне нравится во-первых дешевая тянет принципе неплохо для своих лошадей блин вот тут накосячил ай блин они а подожди он сейчас мне навстречу идет надо ну то есть по идее надо еще один трактор с культиватором есть только его арендовать кстати да можно с той стороны пустить трактор с культиватором уж чуть помощнее взять где маскируется а вот блин вот селка собака вот у нее есть такой косяк что она потихонечку куда-то в сторону уходит имеет раздражает просто так мистер кирюхин ты у нас щучком отправляющий сюда опять надо сесть магия культиватор я вот не знаю землю надо переворачивать чтобы нормально она была дисковым или обычным культиватор или вообще без разницы кстати вот начальник учет 320 к был и 3 4 метра мы 3 4 точнее так а у нас тут по моему все слабенькие драки рваться они просто как семечки попал и конечно 400 каба у меня 400 чего взять тогда можно какой-нибудь стандартный взять арендовать имею виду блин если лемкина возьмут они быстро встретятся то пойти возьмем чем-то ты разработчики сюда добавлял 6000 час и нормально скорость меня знают нюрки поэтому успею ну раз уж я эту фигню не продал то сейчас покажу чё это за фигня мне она не понравилась именно из автозагрузки вот видите тюк выгрузить тюк он выгружен допустим хочу тюк взять я думал можно ручной поднимать оказывается нет то есть вручную чего никак не поднимешь это мне не очень понравилось нажимаем букву b именно надо прямо четко в центр попасть вот видите тогда он загрузится но вес тюка получается уже не будучи то есть это автозагрузка то есть в какой-то степени полезным например на высокие высоты их загружать стадия по идее еще смогу нет утюка ну по сути не больно высоко и поднимается так что не знаю полезно и не полезная вещь там грузовичок конечно и века мне понравился и звуки и утоп у него классный савон у него коз так ты наверное также езжай на получается в обычном да вот сейчас я отвечу повысенько так так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тут. Этот момент надо будет вырезать. Блин, а Кирюха все еще едет. Ты смотри-ка, как АКТЗ хорошо работает. Ой, извините, сейчас я отъеду. Сейчас я отъеду. Блин, как быстро ссадят, а? Чего ж я раньше-то наймитами не пользовался? Все время сам делал. А тут на тебе, можно и наймитов использовать. Тем более поле позволяет. Так, тут я, наверное, не буду никому мешать. Немножко ФП ссадят, но это запись, это нормально. Без записи тут все отлично. А че это? А, это я пенек тут оставил? Вот молодец. А это че? Полюсико висит, но это дерево. Так. Кирюхин, видел, как потихонечку подъезжает в город. То есть он, по идее, не должен вылететь из поворота, куда-то и березку мочится. Так, я тут... Надеюсь, надеюсь, надеюсь. Блин, не прохожу по высоте. Да, придется задний, знаете, ну, 48 ФП сс. Ну да, у этого Кировца есть такое, чтобы люди покушать. Так, а где тут заезд-то? А, получается, там дальше. Вот почему ты когда в кабине сидишь, ФП сс нормально. Я вообще хочу как-нибудь попробовать через Bandicam записать. Или все-таки попробовать через QuickSync. Но там качество будет хуже. Или все-таки попробовать еще уменьшить битрейт, потому что, ну... Блин, а раньше я записывал, сколько там, 45, по-моему, или 50 даже. Да, наверное, надо будет элеватор переставлять туда, вон, в центр. Тут ему не особо место, так скажем. Вот тут будет само раз. Так, у него... Не, ну, в принципе, если использую чисто наймит, то вообще никаких проблем не вижу с использованием кустиничной техники. Разворачиваю этот огромный культиватор дисковый. Блин, я ведь хотел еще поле расширить. Ну, ладно, уж в следующий раз. Или, может, в следующий раз я уже другое поле возьму. Наверное, зря я не поставил в спарку. Сейчас я немножко вперед протяну. Блин, тут столько свободного места, и вот тут можно его сделать более квадратным. А вот мне интересно, он сможет нормально разворачиваться с этим культиватором? Ведь он не маленький. Так, это нефига мне сколько тут наймитов. Так, что у тебя там, сколько картошки? О, картошка кончилась. Блин. Завести кразика. А, я же еще маленькую не использую. Но она, по сути, это то же самое, только у нее нету этого бункера под спухи и удобрения. Неожиданно. Как так? Неожиданно. Ну, что, не знал, что не окончилось. Так, сейчас посмотрим, как кразик будет у нас по полю гнать. Это ванна культивированного. А как он будет ехать? О, вспаханного. Куда я поехал-то? Хотя, в принципе, сейчас на этой стадии можно и по сейному ездить. А, у меня, наверное, выбрана не то. Так, надо еще пылисти. Надо завести. Зачем все эти курс-плеи, вся эта фигня? Я понимаю, что работник, по сути, вроде бесплатно будет работать, но с деньгами, как у меня, особо проблем нету. Я сейчас могу продать тот же хмель и всем зарплата будет. Они и так, по-моему, за копейки работать. Хотя, где-то есть настройки, по-моему, нами-то, где можно поменять зарплату. Так, люцерна все еще растет. Я все хочу люцерну как-нибудь убрать. Я тем более из две классные косилки, которые надо будет обязательно проверить. Вот думаю, брать еще одну пулу в аренду или не брать. Ну, вот видите, об этом-то я и говорил. А, нет. Ну, есть вариант подождать. Ну, в принципе, в прокутке 2-3 я могу сейчас себе позволить. Так, вроде бы, главное его ровно поставить. Все, пошел процесс. А здесь до конца дошел. Я же еще поставил эту базовую станцию, которая как бы ускоряет их, и они меньше тупят. Ну, не знаю, что это как-то... Вот кто играет с нами, скажите, есть какая-то разница после установки вот этой... Где она? Вот вот этот, сарай с базовой станции. Чуть не сказал, R3X, блин. И вот это вот поставил, видите, написано, данная станция улучшает GPS-сигнал на технике. Это позволяет и помощникам лучше водить и быстрее работать. А для этого ничего, прям как алкаши ездили, что ли? Вот смотри, вот тут идеально развернулся. Почему он там так не сделал? Блин, ну там... Так, не задави меня тут. Тут я не знаю, сейчас он сможет развернуться, нет? Давайте побыстенько мы спилим. О, электрическое пиво вообще, мне больше нравится. А тут... Ну-ка, ветки как... Как же звук? Во, можно постоянно держать включенное. А то, когда вот за бензину заводишь, на высоких работаешь, не очень приятно как-то. А тут хоп-хоп, как на вкус мешает. Так, кыши. Ну пока вот туда, чтобы он не мешал. А подожди, подожди. Блин. Не смогу, что ли, пенек уграть? Сараза. Да, подлаги вот так не слабо. Так, ты тоже, кыши. Блин, наверное, вот эти в дереве помешают, да? Он поднимает вообще культиватор? А, да, поднимает. Я жду, он не поднимает. Ни хрена, он там назад как сдает. И ведь ровно сдает. Я просто толком не наблюдал, как наймит работает с такими большими культиваторами. Да подожди, по сути... А, это я ему мешаю. Хм, извините. Привьюха, 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 извините, это я! Я вообще про привьюх-то забыл. А, ты уже культяпаешь? Нифига ты шустрый. А, кстати, чё я парюсь-то? Блин. Нет. Да, собака, я не успеваю за тобой. Сдамри. Чё маскируется, уже был на привьюхе. Ну ладно, пусть будет. Ладно, езжай. Так, всё это, конечно, жутко интересно. Ночью у нас по... По золоту, он вечно забыл, азот у нас чё? Удобрение. Ну, этот, видите, использует. Кстати, он... У него, по-моему, на автоматическом стоит, да? Блин, я забыл. Так, это надо... Это надо его, наверное, вырубить сначала. И потом... Максималочку ему впаять. Надо только посмотреть, насколько быстро кончается. Максимально что-то, чё, удобрение не кончается. Блин, картофель очень быстро, реально, очень быстро. Для этого поля вот такие сажалки уже не очень, я вам скажу. Поэтому, как только кирвит закончит... Кстати, а чё мне там хэтэзэха делают? Где она вообще? По сути, всё уже можно его... Освободить-то. Да куда ты? Надеюсь... Коробку не оторву там. Оп, нормально. Отличную технику пока отходим на базу. Точнее, не на базу, а, наверное, на... Где ловцы? Ну, не можешь на базу, не знаю. Поделим. В общем, эту маленькую я не вижу смысла тестить. В общем, сажалки, грубо говоря, ни о чём. Сколько уместимость? 500. У этой 800. У этой плюс нету бункера под удобрение. Поэтому сразу и до свидания. Так, это тоже до свидания. Ну, это пусть пока доделает. И надо купить другую сажалку. А подожди, а моя сажалка... Точнее, сейлка. Она же сеет, по-моему, только... А, свеклу картофель не сеет. Ну, это как-то глупо было. Так, картофель уборочная. Это у нас на 3. Это на 6. 170 кобыл. Можно, в принципе, кто же к этой зехе подцепить. Тоже арендуем. Хотя... Ну, я не знаю, буду потом заниматься картофель. Нет, поэтому давайте пока просто арендуем. Не будем на скорость на отнёвке стоять. Блин, так, чё у нас... А, ты уже закончил. Серьёзно. Нет, косяки остались, поэтому... А вот и уже картофель кончился. Ну, и замечательно. Вот у этого бункер, так бункер. Вот. Можно, в принципе, её даже взять. Так, у нас... Насколько у него бункер? Ну, 2. Но у него нет удобрения. Ну, работает весьма неплохо. Пробуксовки вообще ноль. Нагрузка, правда, на двигатель. Подожди, а какая у неё... Рабочая скорость? 15, а он едет 11. А у трактора-то самого 13. Блин, можно кэфэзэки попробовать сейчас подцепить. Ладно, сейчас когда едет, попробуем. После посадки я не буду скорость добавлять. Надо было потом, получается... По идее, надо было поле заранее опрыскать. И чтобы удобрить. Ну, ладно, это ферма, это, простите. Если только какой-нибудь прям профессиональный фермер зайдёт на это видео и скажет «Ты что сделал? Так нельзя делать!» Дизлайк, отписка, ещё чё-нибудь там, гневный комментарий. Ладно, я оставлю этого малыша, так скажем. Но это сейлка, она по сути тоже не нужна. Так что... Мы посмотрели, они работают. Вроде ничего не тупит, поэтому возвращай. Надо бы потом ещё... Вот, как кто-то присылал. Смотри, блин, а где мне телефон-то? Наверное, у него телефон-то, если он звонил, то это плохо. Так, что у нас по записи-то? 28 минут, нормально. Быстро, кстати, поле-то идёт. По-моему... Ну да, получается, очень быстро. Вот тут пару косяков надо убрать, и вот тут, наверное. И, в принципе, всё. Чё, куда поехал-то? Ладно, сейчас узнаем. У меня ж, по-моему, они тут бесплатно работают. О, не бесплатно? Ну чё, деньги уходят? Или он, когда стоит, деньги не берёт. Вот это было бы круто. Блин. Понаставили тут колёс в небе. А ну, исчезни. Да тут-то чё? Блин, надо будет спинкать. Ох ты, нихрена там полина целая. Блин, надо было изначально, кстати, к этой хэ-тезэхе подцепить эту сию. Сажал. Так, ты куда ехал? Давайте просто на базу отправим. База. Эстакада. Просто база. Ты сможешь отсюда ехать? А зачем он вал включил? Он вал зачем-то включил. Так, вот ты. Ты у нас есть. Есть. На агротехнику. Агротехника это магазин. Блин, таким... А куда он поехал? Эх, ты куда? Ты куда поехал-то? Здесь чё, курс есть? Алло! Ты ку... Чё за прикол? А здесь чё-нибудь какого курса нету, что ли? Вот же есть. Чё у меня, сиганутых. А, тут такие курсы. Я думаю, односторонние. Нифига тут развязки какие. Так, всё. Сможешь отсюда, на базу? Чё-то у меня такое ощущение, что это хоть из эхо с автодрайвом не дружит. Или из-за культиватора, да? Не знаю, очень чё-то. Не хочет она ехать. Ай, зря я вернул сейвку, когда она была подцеплена ко мне. Видите, теперь у меня осталось вот эта вот карта. Такие поправили не тот баг. Треново. Не, слушайте, битрейт понизил и намного легче стало. Обычно у меня постоянно то 45, то ещё сколько там. Можно будет попробовать качество кодирования убавить. У меня всё стоит в максималку, чтобы меньше квадратика было. Но я сколько смотрел свои видео на ютубе, в принципе, ещё... Большинство, кстати, моих зрителей смотрят из планшетов и мобилов. Поэтому, мне кажется, нет смысла такое высокое качество ставить. Там буквально 1-2% смотрят с телевизоров. Там 0,2, по-моему, с приставок. Чё-то психи с приставок смотрят. С компьютеров очень мало. Большая часть это планшеты и телефоны. Поэтому, думаю, есть ли смысл писать в таком охренительном качестве? Ай, блин. Вот это вот чё за полоса была сейчас. Так. Живовато тут надо спарку ставить. Или у меня... Да нет, поднят. Вот был бы у меня тот кат гусеничный, он бы вообще бы даже не почувствовал бы. А, он, видите, немножко всё-таки цепляет. И это как якорь немножко тормозит. Ну ладно, тут плохое я не буду. Хотя можно было тем культиватором его брать. Ладно. Дисковый гигант. Ленкин мне очень понравился. Поэтому будем его использовать. Кстати. Ты сможешь... Вода, вот, качка. А где это вода, качка, находится? Ну-ка съезди, посмотри. Да, Дуиц. Дуиц у нас доехал. Ой, с автодрайем вообще... Я говорю, с автодрайем скоро люди даже на том же сервере не будут нужны. Захват машин какой-то прям происходит. Автоматизация, говорю, она не будет. Может так и серия назвать. Автоматизация, наверное. Еще бы научить автодрайв. Может работать на поле. Посадка, все такое. Так. Овощехранилище. Просто езжай. Я пока не смотрел. Может, да, преграну обнаруживать. Точнее, галочка стоит. Так. Ты вот тоже давай-ка ты езжай на обычный... Поза тебе послать-то. Я бы тебе послал бы, конечно. Но... Мясо комбината, овощи, база, приемщи, пы, АЗС. Ты езжай на базу. Вон, на эстакаду. Да нет, ну там, утонешь нафиг. Не может. Здесь еще нет курса. Вот же есть. А, подожди. Тут местами такой курс и односторонний даже есть. Вот это прикольно. В смысле, ты отсюда не можешь. А просто на базу. А как можно? А, это не... Ужас. Не, просто у меня сейчас тут не нужен. У меня участка ТЗХ будет и... Дожди. Не-ка, стоянба, ты у нас будешь что-то сам утянуть. Потому что хоть ТЗХ будет у меня с той силкой работы сажал. А, надо поменять же, вечно забываю. Ну как-то немножко странно. А то, что ты цепишь семена, они у тебя материализуются в этот... Блин, забыл, зависит. В этот, в картошку превращается. Блин, ну хотя я могу, в принципе, КТЗ Хоть туда. Ну ладно, в принципе, гусеничная техника себя очень хорошо показывает с реамодом. Так, еще лучше сначала. Все, давай. Вообще красота. Так, ты у нас где? Так, что у нас по технике вообще? Все нормально, нормально. Кстати, что у меня там по... Ну-ка, заводу. Сыр. Рано еще, хотя там бандин палет я скинул. Я буду только сыр делать. Его гораздо выгоднее делать. Так, а ты что стоишь тут? Вот тут ФПС, конечно, да. А, наверное, я хотел... Да, в принципе, еще сутки можно вас не трогать. Так, ТМЗ куда-то там прибыл. Я даже не знаю, где эта водокачка находится, честно говоря. Места убирать вот эту сетку. Она, кстати, очень хорошо тут вписывается с этим ангаром. Все, стой пока тут. Ты тут, ты тут. Форум. Ты пока стой тут. Баги. Баги мне вообще понравились. Прикольная штука. Ты у нас едешь. Блин, а вон он на него перекинется. А, вон я. Нифига, он еще и за там заехал. Прикольно. Так, ты у нас сейчас поедешь в ангар, поэтому... Я за тебя доеду прям. В высоте я тут пройду. Не, на нем на поле я не поеду. Во-первых, у меня тут движок слабый. И топовый даже движок у него 143 кобылых дает. В принципе, мне ничего не мешает поменять его на МТЗ кого-нибудь взять. В принципе, они неплохо себя показали в плане звуков и управляемости. Заказано все это, посмотрю. Почему бы нет. Ну и в принципе, этот трактор неплох. Старенький, дойцы. Восьмидесятый годов, в девяностых. Звук у него прикольный. И в кабине приятно сидеть. Управляемость классная. И много всего. Постой. Постой. Блин, тут жидкое. Надо удобрение. Ее, перензи карась. Так, все. И цепляй пока. И стой тоже тут. Жидкое удобрение. Сейчас дождемся, пока доедет наш гусеничный. О, смотри, тут пробуксовка 13% почему-то. И он едет 14 км в час. А, ну наверное, то, что у меня противовеса нету спереди. Ну, 13% это ни о чем. Ну, хотя по спиду метру видно, что он рывками едет. Блин, вот эта сажалка мне нравится. Я ее оставил. Надеюсь, у них этих ошибок нет. Все, спасибо. Дальше я сам надо сразу накинуть на семян. Да ладно, тут только не говори, что семена уже кончились. Блин, еще и семена кончились. Вот это прикол. А на производстве семян у меня нету семян. Ну и все. Что-то цепляем. Это цехи. Блин, ну с одной стороны я могу, в принципе, потом сам вместить удобрения. Даже в виде жидкости. Так, это же помп, да. Блин, ну надо по-любому, наверное. А, ну хотя, наверное... Не сильно давит теперь сейчас на жопу это все юг. Попленный картофель и мало в елке. Не, надо с семенами ехать. Надо с семенами. Хотя у меня есть полиприцеп. Можно взять и привезти эти семена мешками. Это будет... Вон, должно вот на этом прицепе привезти. Но это, наверное, придется уже в следующей серии делать. Кстати, тоже довольно-таки неплохо сможет. Сразу его... Посмотрите, какую технику труды... А, у меня же, по-моему, есть. Где он только? Так, здесь распыление. И тут у меня пусто тоже, блин. Так, дайте подумать. Я могу в следующей серии или и прямо сейчас заправить. И получается попробовать мешками грузить. Прицеп у меня есть. Погрузчик у меня тоже есть. Можно, в принципе, погрузчик просто туда пригнать и загрузить. Кстати, тут у меня чего, как дела? Пассеянный штук. А, ну скорость-то днёрка. Так, справка. А, известь. Блин. Мне кажется, надо поставить производство извести. Оно тут очень как пригодится. Хотя она стоит не так дорого, но... Оно быстрый расход. Тем более, если... Хотя у него есть скорость производства маленькая. 90 тысяч. Давайте поставим. А, я даже знаю, где поставить. Идеальное место. Лучше не придумаешь. Вот, блин, тут только... Тайфун, и опять вся эта фигня появилась. Ох ты, нихрена, на сколько места занимает. Кстати, да, идеальное место. Просто лучше не придумать. Только вот тут проблема есть. Надеюсь, с этим у меня ничего больше не пропадёт. Так, вот ты. Работы закончились, песка нету. Поэтому убирайте свой мусор. Хотя я сам убираю. Данный мод, как видите, позволяет не распаковывать карту и не открывать её в редакторе. Да, блин. Забери свой стрел. Так, ну, в принципе, всё. Место есть вот этих деревьев надо будет ещё брать. Надо будет какой-нибудь лесопилку поискать. Обычненькую, самую простую, которые делают поддоны и там щепу, например, и поставить её. Так, подожди. А где здесь топливо? А здесь буду заезжать, подбирать. Вот мне интересно, как он сейчас вокруг себя всё сделает. Ну, так, мне кажется, неплохо. Так, получается, и здесь там, топливо там. Ну да, эту часть он выровнял. Можно, в принципе, топливо побыстренько привезти. Надо только изделка найти. Точнее, газончик. Так, вот ты здесь, да? Так, езжай. А где у меня бочка? Бочка, по-моему, на басе. База. Сможешь? Куда ты поедешь? А автор этих всех курсов, насколько я помню, Аграрии ФС, по-моему, так называется его. Так, что у нас здесь? Ну, я, нет, я, наверное, не буду сейчас садить без удобрения. Хотя у меня вот маленькая без удобрения садит. Да насрать без удобрения, поставим. Удобрим и всё. Тем более, если я сейчас поставлю на максималку скорость удобрения, то это ничего хорошего не будет. Так, а подожди, подожди, секунду. А здесь что надо по максималке-то накидать? Так, азот это у нас просто удобрения. Его тоже очень мало. Здесь тоже мало. Даже в синем диапазоне нет. Просто по-хорошему, у нас сначала всё это сюда было накинуть, а потом уже посадить. Нормальные люди так делают. Всё, запускай. Немножко с запасом взял, чтобы лысы не было. Напрягается, но тянет. Надо было посмотреть, что у меня там по нагрузке. Ох, а расход-то какой, ёлки-палки. Ну, под горочку, в принципе, нормально идёт. Вот только пробуксовка, как вы видите. Не, всё же надо будет ещё поискать моды на гусеничную технику, потому что она себя в поле просто охренеть хорошо показывает. Есть даже предложение поменять Кировец от Эрлана на... На вот этого Дога. Блин, я вот это вот не пробовал. Аксион Терратрак. Блин, он знает, как всегда в поле видят. Но он стоит-то, блин, не, это ещё... И столько по дну после Дога покупать вот этого. Но вот этот Кировец, он хорош тем, что у него широкие колёса. Они, по сути, очень даже хорошо себя ведут, как и гусеницы. А вот этим Кировцам хорошо таскать что-нибудь будет. Например, прицепы там огромные, ещё что-нибудь в яме, например, ковыряться. В поле он себя... Ну, хотя я со спаркой толком не пробовал, поэтому... Не могу точно сказать. Так. Молодец, приехал. Блин, автодрайв вещь. Как я раньше играл без него. Я вам не знаю. И ФПС намного лучше стало. Так, а, вон заправку. По-моему, у меня даже в заправке там топливо есть. Привозил я вроде как. Сколько там? Четыре шестопан. Да, этого достаточно. Так. По-моему, отсюда вполне куда-то. Ой, как быстро набирается-то. Заправка базы. Купить. В смысле, мне даже ещё не обязательно ездить нам. За 25... 25 тысяч за 28. Интересно. Извиняюсь, а сколько стоят эти 25 тысяч литров в продаже? Есть идея проверить это потом в следующей серии. Как раз таки у меня есть бочка, чтобы это проверить. Вот что у нас? 23%. Блин, тяжеловато. Нет, в общем, я хочу продать этот кировец, поэтому продаю. Он всё равно у меня абсолютно без дела стоит. Ну, хотя у меня есть хтз, можно хтз сейчас попробовать. Но она будет скакать. Но если поставить двойные колёса, этого она не будет. Поэтому давайте. Не буду уж заниматься опять фигнёй, как вы говорите. Купи и продау, купи и продау. Вот найти бы ещё эту хтз. Я, по-моему, же на базу приехал. А вот. А, ты ещё... В смысле, он же не ставлю, как нами помечен. Сейчас сразу в ангар заедем, посмотрим двойные колёса. Так, время у нас на колено. В общем, закончим сейчас на том моменте, что отвезём топливо и всё. Потом я за кадром просто отвезу мель и всё. Бевшина. Вот русава, конечно, она выглядит более цепкой. Бевшина такая более красивая. Более красивый. Главное, чтобы нормально работало так. А почему? Вот. Типец есть. Тут всё нормально. Всё, беру. Ещё и бесплатно ставится. Вообще классно. Вот. Вот. В следующую серию я всё-таки... А почему? Виталия, на мини-карту посмотрите. Точечка такая едет. О, а чё у меня, кстати... Я чё-то еду, чё-то смотрю, не хватает чё-то. А спидометра-то чё-то нету? Чё-то у меня сломалось. Хаб. У меня хаб сломался. Нифига себе. Скорее всего, это как раз-таки из-за того, что я семью-то продал. Ну, надо перезаходить. Но, принципе, мы сейчас всё равно закончим, поэтому не страшно. Да уж. Кстати, я ещё ставил эту игру на SSD и в плане FPS. Вот что меня тут постоянно так пинает? Вот этот камень, что ли? О, у меня даже курсор пропал, точнее, навигатор. Охренеть, я какого-то в стену врезался. Это вот, наверное, вот эти вот кирпичики, да? Да, вот видите, вот тут кирпичики торчат. И они, как, не знаю, как шипы действуют, походу. По идее, это можно прямо сейчас исправить. Только, да, надо будет до тут долететь. Неплохо так у меня камера сломалась. И пшикай. Так, а куры чё у меня? Так, навоз есть. Порога гуляет. О, блин. Немножко криво поставил точку, видите? Тюки торчат. Блин, надо ещё начать заниматься этим. Спасить начать. Так, можно мне немножко поднять? Мне туда опустить? Эх, наверное, бесполезно, да? И немножко выровнять. Чуть-чуть буквально. Тут тоже. Ааа, мешка. Ну-ка, задний ход. Потому что если я заткнулся, 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 блин, то наймит у меня тоже, запнётся и будет жаловаться. Вот, вот тебе нормально. Тут, блин, клюну. Вот так вот в реальной жизни клюнет, блин, из кабины вылетишь. Так, где у меня ХТЗ-хо, блин, вообще-то? Если сейчас ХТЗ-хо себя хорошо покажет с этой сейфкой, то я не буду долго покупать. Удивительно, что у него семена не кончились. Сейчас, как назову, кончатся семена, и мы, скорее всего, не... Вот это прикол. Вообще всё сломалось. Вообще хаба нету. Круто. А, я даже не знаю, вообще реализм, полный реализм. Ни хаба, ни хрена остался полный. Это и пропасть. И вот хрена знает, полный, неполный сейчас. И я даже, наверное, не смогу открыть автотрайв. Вообще красота. Наверное, скорее всего, я это ДВС удалю. Когда мы посмотрим все объекты, работаем с уборочной техникой, скорее всего, удалю. Хотя это ДВС слитая и не купленная, может быть, в исправной версии. То есть, ну, в лицензионной это всё исправлено. Есть смысл, конечно, купить его. Но стоит-то всего 20... О, 20-200 рублей. Ну, какой реализм. Ни хаба, ни хрена. Наверное, даже это не открывается. А нет, открывается. О, как прикольно смотрится, да? Дресконшота, кстати, тоже неплохо. Оставлю на память. Ладно, придется рисовать в миг, потому что я не смогу автотрайв. Странно, раньше такого не было. Но именно я грешу на... Это картофель... О, подожди, это не картофельное ДЛС, это... Нет, оно тут ни при чём. Это получается у меня ДЛС как раз-таки вот на это сканирование мозги парит. Картофельное ни при чём. Вообще нет смысла его даже удалять или покупать. Этот баг именно происходит, когда ты поддаёшь сейвку, которая была зацеплена своему трактору. И когда ты находишься на поле, вот эта вот мини-карта появляется, приближённая. Вот только в этот момент вот этот баг появляется. Ну вот то, что потом хаб пропадает, это я вот не помню. Но я обычно сразу перезаходил, и всё нормально было. Ну чтобы всё так плохо было. Интересно, как оно на сервере работает или на хосте. Какие же проблемы? О, идеальное место в глуши. Никто ничего не мешает, не пердит, блин. Вот это надо будет потом закрасить травой, выровнять, закрасить, и всё. Можно где-то там, в углу лесопилку поставить. Другую, которую делают поддоны и щепу, и всё, в принципе. Топливо. Посмотрим, какая скорость производства. Если слишком маленькая, то, наверное, в следующей серии придётся ещё и покупать. Погружаюсь. Я, по-моему, удалил скрипка... А, нет, он есть. Который позволяет в винтовых прицепах возить ещё всю эту фигню. Ну, 20 кубов это тоже мало. Наверное, придётся арендовать что-то типа вот такого. Прицепа и возить. Так, это работает. Где-то у меня там хтс-х заведённый стоит. Так, где у меня... Две с половиной в час. Это мало, это очень мало. Может, ковырнуть его и поставить на 10 тысяч. Если я найду этот параметр, конечно. Так, где у меня там хтс-х? Ладно, не останавливаюсь. Ну всё, на этом моменте давайте заканчиваем. Тем более ферма, как видите, у меня немножко сломалась. Следующая серия будем заканчивать. Спасибо. И будем решать, что делать дальше. Может, покос, может... Удобрять будем после следующей серии. Всё, всем спасибо за просмотр. И всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok